Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики, зрители Зашидчина канал. Это канал Наш Санкт-Петербург. И вы сегодня в Санкт-Петербурге. Значит, я тут бегу по делам, и очень интересно мне было снять одно видео. Давно уже интересно, но так как я не имею возможности по времени, по времени, по здоровью, ездить в центр и все. Я думаю, что виды будут не очень красивые, но зато вы посмотрите, что такое Санкт-Петербург. Вот наш район, да. У нас здания всякие разные. Вот, например, перед нами сейчас здание очень высокое. Я не знаю, сколько этажей, сейчас покажу вам. Такое вот здание. У нас много таких зданий. Ну, вот, это улица у нас, ну, подвойского. Если туда дальше, то будет окей. Вот. И мы с вами давайте пройдемся. Не очень удачная погода, но я думаю, что это нам не помешает записать видео. Так. И о чем, значит, будет видео сегодня? Я думаю, что вы все слышали интервью нашего заместителя Госдумы Петра Толстого, правнука, праправнука, да, Ивана Николаевича Толстого, написавшего и подарившего миру войну и мир. Десять страниц. Первых десять страниц, которого написано, как вы думаете, на каком языке? На французском языке. Значит, во-первых, значит, когда я слушала это интервью с титрами, да, на французском. Они ходили Пётр Толстой, да? Они кто это? Это Пётр Толстой и французский журналист. Вот тот дом интересный. Я на него ориентировалась, когда мы приехали. Тоже очень высокий. Он далеко стоит, но его хорошо видно. Когда мы приехали, я на него ориентировалась, на этот дом. Так вот, интервью было на французском языке и с титрами. Ну, титры я их как бы мелко не вижу. Слушала, вслушивалась французский язык. Потом начала титры читать потихоньку. Вот. Потом нашла с перевода, с переводом с французского на русский язык. Вот. Давайте, наверное, по детской площадке пройдёмся. Мне кажется, это будет удобней. Сейчас дождик идёт и никого нет на детской площадке. Так вот, француз спрашивает. Вы очень хорошо владеете французским. Вы праправнук великого льва Толстого, написавшего «Войну и мир». Вы учились во Франции. Ну, он перечисляет информацию, которую он, как бы, это самое, знает о нём, да? Заместитель Госдумы Российской Федерации. Вот. И, значит, спрашивает, вы, значит, любили французский язык, Францию? Что ж случилось? Почему у вас теперь такое отношение? Вот. И Пётр Толстой ему говорит прямо линейно, откровенно, как он думает. Меня поразил вот этот огонь, вот этот патриотизм за свою родину. Боль. Боль вот это вот, да. Потому что, он говорит, французы решили получать нас. Но сколько дней, говорит, вы продержались? 40. А мы, говорит, 4 года продержались и победили во Вторую мировую войну. Что касается, говорит, вашего руководства сейчас. Значит, если в правительстве меньшинство, для нас, говорит, это недопустимо, потому что у нас в России, как бы, курс на полноценную семью. Он говорит, а что, у вас нету таких, в кавычках, типа, голубых? Он говорит, конечно, есть. Где их нету? Конечно, есть. Вот. Но, когда они делают неадекватные какие-то публичные заявления и всё прочее, что это уже ни в какие рамки не входит. потому что, действительно, в правительстве Франции есть один министр неадекватной ориентации. Я уже не знаю, адекватные, неадекватные. Какие-то страны им дают убежище. Вот. Но я не думаю, что это было бы адекватно всё-таки. Я не знаю, как это всё. Я не медик, я не психолог, да, я просто человек, который пытается разобраться в ситуации. И вот, значит, Пётр Толстой, депутат Госдумы, которого мы давно все знаем, вот, объясняет ему, они, значит, гуляют по набережной Москва-реки. Там очень красиво. Тоже, правда, как сегодня, не было солнышка. И, значит, он ему объясняет, почему вот такая реакция у него на всё это. Вот. Затем, значит, показали, вот, то, что я с переводом смотрели, показали Макрона. Он сказал, что если, значит, человек, ну, имея в виду, значит, обсуждаем же это самое интервью Толса Петра Толстого, не может там, как-то, он сказал так, себя держать в руках или как-то там ударился в крайности. Ну, а почему он ударился? Потому что, потому что он любит свою родину, потому что он патриот к России. Ведь надо понимать, если у французов идёт такая, какая-то пропаганда неадекватная, да, они, значит, рассказывают своим жителям, что русские едят детей на завтрак. Я вообще в шоке. Что это за такие странные, да, рассказы, что это за пропаганда вообще такая крайняя? Вот. И при этом они говорят, что мы агрессивные. Какие мы агрессивные? Мы столько терпим всю жизнь, да, когда они как сыр в масле катаются и всё имели. А мы по крупицам всё складывали шаг за шагом. Всё очень сложно было. Мы строили, у нас Советский Союз был, да, Советский Союз строили очень долго. Помогала Россия республикам всем. И, конечно, машина тут идёт. Пётр Толстой, конечно, эту историю знает, что приходилось очень сложно всё это. Тем более, что СССР целую кучу договоров заключили, которая перешла к России. Типа, я, помните, снимала того договора, что разрешили Великобританию ловлю рыбы, а в 1972 году там исключили договор о противоракетной обороне, о ненападении что-то типа такого договора, да, ракетных войск. И получается, значит, что мы столько времени в ущерб себе строили всё это, помогали республикам, да, Россия помогала республикам, я тоже родилась в другой республике, потом переехала в Россию, уже, у меня уже дети были, одна в школу ходила, другая закончила школу, и тоже всё было сложно, не так просто. И как сейчас они всё утверждают, что это во всём виновата, вот это вот я увидела вот эту боль в глазах как раз Петра Долстого. Он большой молодец, что не стал двухличничать там в угоду кому-то, а сказал всю правду, что пропаганда это вообще недостойно Франции, что правительство это чуть-чуть догоняет уже светофор Германию, чуть-чуть не серый тот светофор, поэтому поэтому вот так он резко ответил. Вот американцы, значит, некоторые восхищаются, понимают Петра Толстого, американский журналист, тут же его показывают видео, что он восхитился тем, что он сказал, да, нам плевать, что там он говорит, пускай только попробует выставить войска, ваш Макрон, войска, пускай только попробует выставить, сколько, говорит, эти войска стояли, 40 дней, если вы, говорит, помните историю, а мы продержались 4 года и победили в этом так, темновато, ветер будет, сейчас мы пройдем и выйдем на светлую часть, меня так, тут ка замерзла уже, я снимаю видео, машины ходят, ой, тут машина сзади тоже, так, ну вот, мы вышли уже к Ленте, пойдемте к Ленте, мне нужно купить кое-что, в общем, я восхищаюсь Петром Толстым, вон, замечательный человек, великолепный журналист, замечательный, вот, вон, 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 здание, которые построили, которые, говорят, что не вписывается, но оно интересное, в Голландии есть такие здания, но они, конечно, намного меньше, а тут вот ленту подстроили, так, ну, на этом я с вами прощаюсь, всем доброго здоровья, хорошего вечера, вы были на канале НашСанкт-Петербург, подписывайтесь, кто не подписался, Пока-пока!